Мой сегодняшний завтрак. Я доем капустные стейки. Готовить ничего не буду. Тоже сегодня нужно отъехать по делам. Поэтому что-то быстрое съем. Вот как раз они подходят, да? Может быть не так сытно, но на обед буду что-то готовить существенное. Про них долго говорить не буду. На вкус все остальное рассказала вчера. Поэтому встретимся с вами на обеде. Итак, всем привет. Это мой одиннадцатый день моего выживания. Я решила снимать на фоне такой кнопки, да? Я вчера рассказывала, что муж решил подарить картонную кнопку на тысячу подписчиков. По поводу вчерашнего комментария кто-то писал, что... Да, я приветствие, вот такое, как сейчас. Могу записать вечером, могу записать и в обед. Но саму готовку я записываю уже последовательно, да? То есть завтрак, обед и ужин. Просто, я говорю как есть, да? Например, не всегда хочется там прическу делать и наряжаться, там, ну, макияж делать, да? Вот поэтому я когда собранная, уже тогда вот записываю вот это приветствие, да? Например, вот сейчас у меня время четыре часа вечера. Я уже приготовила. Ммм, завтрак вам его показывала. Сегодня у меня вообще такой день удачливый. Мы в гости на несколько часов отводили детей к бабушке. И она меня накормила царелкой супа. Вот, был какой-то со шпинатом суп. Вот, все писали, что в гостях можно кушать, потому что если бы я пошла там в гости, я бы на это не потратила. Я согласилась, в принципе, да? Вот, поэтому один прием пищи сегодня у меня был у бабушки, и это был суп. Вот. Поэтому сейчас у меня уже будет ужин. И вообще хочется, знаете, сделать что-то простое. Вот я придумала что? Хочется просто жареной картошки. Никогда так не хотелось такого обычного блюда, как на выживании. И это, вот знаете, наверное, самые простые продукты кажутся такими вкусными только тогда, когда ты их долго, например, не ешь, да? Вот. Что было у меня на завтрак? Я вам уже показывала. Я доедала капустные стейки. Вот. Разогретые, честно скажу, на вкус хуже, чем были вчера. Но опять же, я повторюсь, это потому что я не очень люблю капусту. Возможно, кто-то бы это и оценил. Ну, в общем, я больше, наверное, готовить их не буду. Кто-то предложил еще капустные оладьи. Ну, не знаю. Конечно, можно рискнуть попробовать, но... Говорю, как есть. Не уверена, что мне понравится после капустных стейков и вообще, да? В общем, я не такой любитель капусты, как я думала. Даже на выживании. Вот. На обед повторюсь, что у меня бабушка угостила супом. И вот на ужин сейчас хочется сделать жареную картошку. И, может быть, я сделаю салат с морковкой и капустой. Кто-то говорил, вот салата бы. Ну, тоже его так себе. Но, в принципе, как дополнение к картошечке, почему бы и нет. Вот, поэтому давайте вечером вместе со мной пожарим картошку. У меня, кстати, еще есть чеснок немножко. Можно добавить чеснок, лучок в картошку. И будет вообще просто сногсшибательное блюдо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, я сделала сегодня небольшую закупку продуктов. Лук, молоко, капусту еще, одно яблоко. Вы знаете, нынче яблоко дорого покупать, оно мне вышло аж на 18 рублей. 5 картофелин, что-то типа наподобие сырка, компотная смесь и одна морковка. Вся моя закупка вышла на 125 рублей. Здесь подсолнечное масло не мою, покупала его для дома, поэтому минус 71 рубль. Итак, я уже почистила себе 3 картошки, которые буду жарить. Сейчас их порежу, сиреной вилкой не буду. Вот, и выложу их на сковородку. Вот такое количество получилось картошки. Сейчас ее выложу в сковородку, дорежу все остальное и покажу, что там вышло. Тут у меня очень большая луковица была, поэтому возьмем от нее лишь кусочек. Такое количество картошки и лука у нас получилось. Сейчас добавлю сюда соль. И буду все это пережаривать. В принципе, на одну порцию, на одну меня это вполне себе достаточно. Здесь получилось 3 таких небольших картофелинки. И как сейчас все это будет выглядеть с тарелки, я покажу. В конце еще, наверное, добавлю сюда немножко чеснока. И будет вообще очень вкусно. Готова уже картошка. Тут лук и все. Ну, масло, да, и вот 3 картофелинки. Я стала добавлять чеснок все-таки просто с луком. Вот, сейчас все это буду выкладывать на тарелку. Такая вкуснятинка получилась. Давно не ела просто жареной картошки. Она так аппетитно выглядит. Но думаю, как я ее кушаю, я не буду снимать, потому что все так знают вкус жареной картошки. Закупку я вам свою показала. В общем-то, вот такой у меня сегодня короткий день, потому что сегодня проездила весь день по делам. Поэтому на сегодня я думаю, что все. Спасибо вам большое за просмотры, за подписки. Тем, кто еще не подписался, обязательно буду вас ждать. Всем спасибо. И до завтрашнего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok